Рукопашный вариант, то есть использование пустых рук. Первое, самое простое, джонт в корпусе. Угол градусов 30. Берем обратную хвату и начинаем работать термия. Здесь либо мы работаем только верхним плечевым поясом, но акцент должен быть на движении вперед, не на заборе. Либо мы сразу же, если мы уже освоили, добавляем синхронизацию. Синхронизация у нас совершается либо над двумя именами, либо разным именами. Но корпус работает полностью. Боковую ладонью вниз, то есть мы наносим тот же удар, только чуть-чуть подкидываем локоть. Аперкот. Тот же удар, только здесь мы давали на сегодня кисть, что, соответственно, оказывается на грузу на предплечье. Для наработки выносливости здесь же апперкотика мы можем поработать темповый вариант. То есть отходим подальше, канав в натянутом состоянии. И начинаем делать колечко на максимальной скорости с максимальным усилием. Крюк боковой, кружкой. Так же подкидываем руку, но держим уже здесь нагрузку. Опять же, здесь будет ощущаться и в предплечье. Можно пробовать вариант джеба. Откинуть и сбросить. Сюда же можно попробовать давить уже варианты смещения и защиты. То есть, например, нырок или уклон. Делаем нырок боковой, нырок боковой. Во втором варианте мы делаем шаг с уклоном и апперкот. Шаг с уклоном и апперкот. Вариантов бесконечное множество. Очень хорошо прогружаются не только руки, предплечье, плечи, косые ноги. Все тело работает. Ищите, пробуйте.